Привет, меня зовут Полина, и вы на канале Полартилия. Для тех, кто следит за моим инстаграмом, это довольно-таки долгожданное видео, потому что мне писало большое количество человек о том, где же видео с вопрос-ответами. Ну так вот, я смонтировала, и сейчас вы можете его смотреть. А перед началом видео не забудьте поставить лайк, если вам это видео понравится, или дизлайк, если же нет. А также подпишитесь и напишите любой комментарий для продвижения этого видео. А мы можем начинать. Первый вопрос, сколько у тебя всего персонажей? На самом деле их у меня много, но я даже их, кстати, не могу сосчитать, но я больше их не рисую и вообще, в принципе, персонажей не создаю. Следующий вопрос, твое хобби. Мое хобби, понятное дело, что это рисование, художество и все в этом духе. Вообще, на самом деле, я творческий человек и постоянно меняю различные направления. У меня очень много хобби, но самое главное это рисование, и очень много второстепенных, как лепка, изделия игрушек, и я играю на различных инструментах, вообще очень много всего. Ходила ли я в художку? Да, в художку я ходила в детстве, вроде в лет пять я точно ходила в художку, но на данный момент я не учусь в художественных школах, потому что мне это просто не нравится, и не нравится, как там обучают, там, ну, можно вообще сказать, не обучают. Но если на тему универа, то да, я задумываюсь над тем, чтобы пойти в художественный универ. Во сколько лет я начала заниматься рисованием? Рисую я, на самом деле, с детства, с раннего детства, то есть это я в три года рисовала, я в пять лет рисовала. Вообще, я рисую на протяжении всей своей жизни, но так прям осознанно начала рисовать, так что у меня теперь лежат в шкафу тонны скетчбуков. Это было в 2020, а точнее, на начале 2021 года я начала осознанно заниматься рисованием. Мне было 11 лет. Блогер, которого ты не любишь? Такого вообще, в принципе, нету. Если брать во внимание художественных блогеров, то вроде бы таких нету. Но если брать блогеров вообще, в принципе, то мне не очень нравится. Ой, слушайте, я даже не знаю, как это сказать. Наверное, у меня нет никакого нелюбимого блогера. Ну, все по-своему хороши. Чей стиль рисунков тебе больше всего нравится? Однозначно, это Асинастра. У нее такой упрощенный, утонченный, но очень классный стиль. Мне нравится Гикси. Тоже она очень классно рисует. У нее есть своя техника, своя стилизация. Выглядит классно. И моя коллега, моя подруга, кот в пальто. Я просто обожаю ее рисуночки. Вообще, зашибись. Классно. Любимый инстаблогер. Пока что на первом месте у меня Даши Ко Арт. Потому что я подсела на нее, и просто я не могу слезть. У нее такие зашибенные рисуночки. Кстати, к прошлому вопросу ее тоже можно отнести. Я просто совсем забыла про нее. Любимым ютуб-блогером также является Даши Ко Арт. Какой твой любимый рисунок? Мой любимый рисунок на данный момент является рисунок 67-й из сериала «Игра в кальмара». Его еще нету нигде в соцсеточках. Но я вам сейчас на одну секунду буквально проспойлерю этот рисунчик. Вот так вот. Если вы успели поймать, то вы успели поймать. Но вот это вот мой любимый рисунок. Любимые смайлики? Ну, на данный момент вот эти. Потому что сейчас осень, и они, соответственно, ассоциируются с осенью. Очень красивы. Любимая песня? На данный момент это однозначно «Дом переньон» от пошлой Молли и Элджея. Сейчас дам послушать кусочек этой песни. Если у вас нету звука, то, скорее всего, меня забанили за авторские права. Sorry. Ну, вот примерно так. Переходим к следующему вопросу. Любимый сериал? Однозначно «Очень странные дела». Ну, а на втором месте на данный момент стоит у меня «Игра в кальмара». Вот. Но на первом месте очень странные дела, и он там будет стоять точно уже не один год, потому что он уже, ну, можно сказать, год стоит у меня на первом месте. И я очень жду четвертый сезон, и, к сожалению, скорее всего, он будет самым последним. В какой цвет покрасилась бы? Я бы очень хотела покраситься или в рыжий, или в красный. Но больше хочу в рыжий. Не знаю, просто я очень обожаю этот цвет волос. Прям класс. Следующий вопрос. Когда я начала вести свой канал? Это была зима, если не ошибаюсь, то последний месяц зимы. И вот с этого момента я веду активно свой ютуб-канал. Диджитал или традишка? Не по качеству результата, а по качеству удовольствия в процессе. Однозначно традишка. Сто процентов. Это прикосновение к материалам. Это как бы особый вайб идет от именно рисования в традишке. Но это лично мое мнение. Вы можете быть с ним не согласны. Как ты пришла к рисованию? Как начала свой путь? И почему перешла на диджитал? На данный момент я вообще-то не в диджитале, а в традишке. Как начала свой путь? Ну, вообще, я вдохновилась осинастрой. И именно после ее видео я начала активно рисовать. Ну, как я и говорила в самом начале и немножко в середине видео, это было начало 2021 года. Потом, как я перешла в диджитал? Вообще, я сейчас очень сильно плаваю между традишкой и диджиталом, поэтому не могу дать точный ответ на этот вопрос. Как часто рисуешь и почему тебе нравится рисовать? Я рисую, ну, очень часто. Каждый день я рисую вообще как зависимое. И я получаю огромное удовольствие от процесса. Я даже не могу это передать словами. В день я рисую примерно две картинки, может, три даже. Но когда там завалы по учебе, то, ну, примерно одну в день. Плюс-минус, если так смотреть, то две картинки в день я рисую. И я не знаю, это много или мало, но я все успеваю. Почему решила или захотела вести свой YouTube-канал? Ну, как бы так ответить на этот вопрос. На самом деле, идея у меня появилась буквально через месяц после того, как я начала рисовать. Может, даже раньше. Я сразу создала YouTube-канал. И я помню, как я еще... На меня подписывались люди с моего инстаграмчика. Вот, кстати, подписывайтесь на мой инстаграмчик. Вот, название будет в описании. Вот, и я помню, как на меня подписывались люди. И в первый месяц моего YouTube-канала у меня было 20 подписчиков. Вы себе даже не представляете, как я была счастлива. Вот, ну, почему захотела, да, даже не знаю. Просто была какая-то идея. И вот, как-то так. И самый-самый-самый последний вопросик. Как я придумала свой ник? На самом деле, если бы я в какой-то момент не придумала свой ник, у меня не было ни инстаграма, ни ютуба. Потому что как-то ночью я спала. Это я тогда уже начала рисовать. Было... Ну, прошло буквально там дней пять. И ночью я просыпаюсь. И ко мне в голову просто первое слово, которое пришло, это было полартилия. Я бегу к столу и записываю это на бумажку. На абсолютно рандомную. А это была моя домашка по биологии. Но неважно, вот сейчас абсолютно. Я записала это на какую-то бумажку. И потом я создала на следующий день свой инстаграм. И вот как-то так получилось. Теперь у меня есть соцсеточки с моим ником. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте оставить комментарий. Развивайтесь. И пока-пока.